Подлые, отвратительные. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, осажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Вот мой коллега Владимир Роменский, который работает возле здания. Сюда, Володя, слышали ты, студию Дождя. Здравствуйте, Ксения. На тех автозаков, в которых здесь припаркован вокруг суда, наверное, несколько десятков машин полицейских. Очень много. Ну вот полицейские в них загрузятся и, по всей видимости, уже покинут эту территорию, поскольку сам процесс, можно считать, завершенным приговор уже огласили. Вот сейчас выходит, вы можете посмотреть, работники суда выносят те самые флешки и жесткие диски, которые журналисты оставляли для того, чтобы для них записали оглашение вот этого самого приговора. Допустили далеко не всех, например, нашу камеру отпускать. Отказывались. Ну, а вот федеральные СМИ, насколько я понимаю, каким-то образом пробиться смогли. Ждем сейчас прямо появления на этих ступеньках секретаря суда, который, наверное, сможет огласить какие-то подробности. Подробности. Сам Алексей и Олег Навальный уже уехали. По всей видимости, выходили вот сюда для каких-то слов и адвокаты. Однако, ну вот по моим данным, не исключено, что они опять вернулись в здание суда для того, чтобы оформить какие-то уже последние документы и для того, чтобы в дальнейшем у них была возможность обжаловать приговор. Прямо сейчас мы видим Вадима Кобзева, адвоката Алексея Навального. Расскажите, какие будут ваши дальнейшие действия? Почему, по вашему мнению, такой приговор вынес сегодня за москваринский суд? Почему такой, я вам объяснить не могу. Я сам этого не понимаю. Выносить нужно было оправдательный приговор. Мы, естественно, приговором недовольны. Мы считаем его незаконным. Мы его будем обжаловать. Вы на протяжении всего процесса заявляли об его политической мотивированности. Вот последние события, в частности, перенос оглашения приговора и то, что в заложники фактически взят Олег Навальный, может ли подтверждать ваши долги? На мой взгляд, это очередной раз доказывает то, что действительно приговор носит все-таки политические мотивы. И тот цинизм, который сегодня был все-таки продемонстрирован в судебном заседании, мы не ожидали, на самом деле, такой приговор, что Олег Навальный окажется под стражей на 3,5 года. И мы будем, естественно, это обжаловать. Защита Олега уже подала жалобу апелляционную с просьбой изменить меру пресечения, поскольку по экономическим делам нельзя заключать людей под стражу. Соответственно, в связи с этим была подана сейчас жалоба. До апелляции нельзя изменять меру пресечения по 159 статьям. Кодекс не предусматривает это. Отдельно есть статья. Но где будет Олег Навальный вот в ближайшие дни? Пока неизвестно. В какой СИЗО его направят, неизвестно. Есть надежда, что его могут и сейчас в срочном порядке отпустить все-таки домой под бассейц? Если назначат апелляцию. И если суд все-таки посчитает, что действительно нарушение закона такое, что необходимо его выпустить на свободу. Когда может быть принято подобное решение? Все зависит от суда, как назначат. Жалоба уже подана. Адвокат Алексея Навального, Ольга Михайлова. Спасибо. Когда у Алексея Навального может быть изменена мера пресечения, поскольку, я так понимаю, под домашним арестом он находился как раз-таки по делу Ифраше? По Ифраше судья оставил меру пресечения до вступления приговора в законную силу. Соответственно, до апелляции он будет находиться под домашним арестом. Какую позицию Ифраше сегодня высказывали на приговоре? Как они отреагировали на то, что он... Абсолютно молчаливо. Ни звука я не слышала от представителей Ифраше сегодня. Спасибо. А еще раз можно вас позвать. Спасибо. Ну, вы, наверное, вот сейчас слышали, как отреагировали на приговор Алексею Олегу Навальному. Его адвокат Ольга Михайлова и Вадим Кобзев выходят из суда. Вы видите, какая толчая здесь из прессы. И как журналисты интересуются вообще всем происходящим здесь. Ну, можем, наверное, сейчас уже адвокаты покидают само здание суда, уже уходят отсюда. Действительно, был у них сегодня непростой день. Ну, а я хотел бы еще раз для вас продемонстрировать, какое внимание к сегодняшнему приговору продемонстрировали сотрудники безопасности. Вы видите, какое количество полицейских сейчас находится у здания замоскворецкого суда. И вот в эти минуты, наверное, можно действительно понять, как много здесь было полицейских ОМОНа. Мы видели кинолога с собакой. Несколько человек за это время были задержаны. Ну, брали самых, наверное, активных, кто скандировал, приходил с плакатами. Были здесь у здания суда не только сторонники Алексея Навального, но и противники. Они разбросали пачку купюр, похожих на американские доллары, по всей видимости, пытаясь подчеркнуть какую-то связь Алексея Навального с Госдепом. Кроме того, происходили и небольшие потасовки. Вот была даже одна небольшая драка. Но, насколько я понимаю, достаточно в остальном все спокойно прошло. И вот сейчас сотрудники полиции уже достаточно спешно, а также солдаты внутренних войск, чьи машины с черными номерами мы тоже здесь наблюдаем, в спешном порядке грузятся в свои автомобили и покидают территорию замоскворецкого суда, где менее часа назад был оглашен приговор Алексею и Олегу Навальным. Ксения!